у меня как раз максимально такая практическая будет история она взята из личного опыта я буду скорее всего объяснять еще что происходит вот например почему сейчас села я несмотря на то что уже много у меня было выступлений я каждый раз нервничаю у меня очень легко возбудима нервная система соответственно для меня главная задача для того чтобы вообще быть с вами в контакте это вернуть себе спокойное устойчивое состояние когда в тебе метр семьдесят восемь роста да то это довольно сложно и один из классных способов это опустить центр тяжести вниз это одна из вещей которые я обнаружила вот соответственно опора под ногами дыхание восстановление спокойного состояния это то что позволяет мне вообще как-то вот с вами быть вот и сегодня у меня будет как раз спасибо большое стасу за классную лекцию потому что он как раз закрыл те аспекты которые я закрыть так не смогу про биохимические всякие вопросы у меня будет очень много про так называемую чувственную часть биохакинга про эмоции про ощущения про то что ты субъективно можешь переживать вот и отслеживать так чем дойдет о класс так на это план ну давайте хорошо хрен с ним с планом почему я вообще про этом говорю да зачем я в какой-то момент ну собственно я вышла из большой мир большого секса вот и там в какой-то момент обнаружила что эксперименты сексуальностью позволяют высвободить большое количество энергии через работу со стыдом страхом агрессии всякими запретами и так далее мне это показалось дико интригующим второй момент мне в свое время было диагностировано биполярное расстройство второго типа и соответственно для того чтобы вообще как-то адекватно существовать в мире быть успешной и так далее мне потребовалось отслеживать что происходит с моим уровнем возбуждения ну такого эмоционального нейрофизического да можно так сказать в нейрофизиологическую для того чтобы быть эффективной и соответственно все что я сегодня буду рассказывать оно опирается на когнитивные науки которые я изучала в магии всякие телесно-духовные практики психотерапия зош менеджмента и кучу всякого такого для меня нет принципиальной разницы с какими инструментами работать с какими теориями работать лишь бы работала так соответственно я хотела поговорить сегодня про energy management потому что здесь так или иначе собрались люди которым приходится делать какие-то интересные проекты до их двигать и на это как правило требуется чуть больше энергии чем обычно особенно если нужно вести за собой людей интегральный биохакинг вы скорее всего уже слышали про биохакинг классический как раз когда замеряется куча показателей вот это вот все я в там в 2015 году когда работала в биотех компании собственно тоже это все наблюдала это очень классно это один из плюсов с которым можно работать соответственно внутри интегрального биохакинга можно использовать как объективные данные измерения так и субъективные это собственное ощущение до доверия своему телу своим эмоциям вот это все мы объединяем соответственно все измерения тела физическая разум эмоции то что можно назвать духом опустим немножко вопросы терминологии да пожалуйста и если что можем в клуарах обсудить вот сферы по колесу баланса то есть на самом деле важно отслеживать взаимосвязи как как вы взаимодействуете в личных отношениях как это влияет на ваше физическое здоровье как это влияет на вашу работу что с финансами все это перетекает и очень крутой point в том что вы реально можете использовать инструменты переносить инструменты одни из одной сферы в другие например когда ко мне приходит человек приходит предприниматель как консультанту с вопросами связанными сексуальностью довольно быстро обнаруживается что например если человек не может обозначить свои границы там ну как-то быть устойчивым в своих границах в сексе он точно также не может это делать на работе например да чаще всего или например если для предпринимателя требуется развитие качества такого ну некоторой настойчивости до активности агрессии точно так же как правило требуется и в сексе или наоборот например предприниматели которые очень активно прокачали как раз такую можно сказать маскулинную часть типа идем делаем движемся напролом в какой-то момент на уровне на некотором уровне развития требуется уже научиться отпускать расслабляться доверять сотрудникам да делегировать потому что чтобы не сдохнуть да и чтобы оставаться эффективным чтобы чтобы всем в процессе было хорошо и все это можно развивать через секс можно через соответственно через через работу инструменты очень классно перетекают вот что вообще дает энергию мне очень нравится что сегодня так или иначе выступления замечательным образом как-то так переплетаются да взаимодополняют друг друга потому что то с чего вот собственно сегодня все начиналось про смыслы да про миссию про идентичность это как раз один из мощных способов вообще дать себе ну как бы жизненную энергию словно если ты встаешь по утром и ты понимаешь вот игра в которую я хочу сыграть она кажется мне достаточно интересной ты будешь вставать ты будешь делать если ты не придумал для себя достаточно интересную игру тебе не захочется ничего делать да поэтому очень важно с этим работать с помощью коучей с помощью находить людей в пространстве вот например я думаю в этом сообществе в том числе потому что вы ищете такого такого же какого-то вдохновения каких-то смыслов да то что у вас будет зажигать пожалуйста ищите общение близость если кто из вас может быть знает дмитрия шаминкова вам может быть очень любопытно пожалуйста тоже рекомендую ознакомиться с его выступлениями прекрасный врач с таким интегративным подходом и он как раз очень много дает клевых выкладок из исследований про то как близость общение до в сплоченность дает на самом деле заметный прирост к долгожительству до качества качества жизни без этого сложно заж про это уже в общем то сказали базово так хорошо творчество прослужение сопричастность это один из интересных таких моментов что действительно если особенно кто-то из вас если кто-то из вас изучал спиральную динамику тоже я думаю поймете если нет пожалуйста пожалуйста загуглите вот что как раз кризис переходе от цели там условно зарабатываем деньги хреначим двигаемся куда угодно в какой-то момент энергия энергия заканчивается там и уже требуется уже требуется задавать себе немножко другие вопросы уже кайф начинаешь получать от того что например создаешь какую-то ценность в этом мире и это правда придает очень много дает очень много очень много энергии вот благодарность я в скобках поставила позитивный майндсет потому что это одна из самых удивительных вещей которые я обнаружила когда в 2018 году начала у меня ментор в кремниевой долине который ну он как бы и супер предприниматель еще и буддист вот такой прям true буддист вот и он мне как раз эту практику благодарности собственно и начал как-то это помогать внедрять и я заметила потрясающую вещь то когда я ложусь перед сном и например мои мысли мои мысли привычным образом сфокусированы на том что блин но что-то не хватает денег на вот это вот или там как он меня задолбал там вот это все не нравится и в этот же момент я просто перевожу свое внимание на то а что вообще-то говоря в моей жизни хорошо да у меня мягкая постель я сегодня ела вкусную еду меня окружают классные люди да и моментально состояние меняется кстати спишь гораздо лучше да потому что стресс стресс цикл стресс реакции завершен все классно можно отдыхать да и по факту опять возвращаемся к ну к некоторой геймификации да к игре в которую хочется играть если вы работаете спасибо если вы работаете над тем чтобы переключать свое внимание в жизни постоянно на на но на такой ежесекундной ежеминутной и же ежечасовой основе какие-то позитивные аспекты бытия вы заметите как быстро меняется качество вашей жизни но это требует некоторой дисциплины да тут таблеточку не съешь к сожалению да надо просто делать но хороший кстати point по поводу всех этих психологичных штук тонких что вообще-то говоря это опас это способ опосредованно влиять на биохимию то есть вы можете влиять на биохимию съев что-то неважно это еда бады таблетки там используя какие-то девайсы но вообще-то говоря вы можете менять свою биохимию менять свое состояние с помощью медитации визуализации там бла-бла-бла в общем все что угодно работа состоянием вот важный момент работы стене я это конечно мне это максимально интересно именно в контексте всяких сексуальных штук ну и психотерапии тоже то есть тени по тени подразумеваются эмоции которые мы себе не разрешаем состояние которые мы себе не разрешаем роли которые мы себе не разрешаем проживать и есть отличные способы как и более конвенциональные типа психотерапии так и менее конвенциональные как как, например, БДСМ-опыты, которые позволяют как раз лицом к лицу столкнуться со своим стыдом, страхом, унижением, злостью, отвращением и так далее. И это тоже ресурс, потому что, когда вы игнорируете эти естественные эмоции, они есть у каждого человека, вы не даете им выхода, вы лишаете себя жизненной энергии. И самое классное, что вы можете сделать, это как раз дать им пространство, встретиться с ними и дальше перенаправлять. Про перенаправление расскажу тоже. Под личными ресурсными практиками может подразумеваться все, что угодно. У кого-то это обнять подушку, у кого-то это прогуляться, вспомнить всех людей, которых ты когда-либо любил. Все, что угодно. Ритуалы эти могут меняться, но они правда… Даже, например, создание ресурсного дома – это один из мощных способов подпитки. «Сделайте свой дом таким, в который вам приятно будет возвращаться». Это касается того, как он выглядит, какие там ткани, какие там запахи, какие там люди и так далее. Уделяйте на это внимание, и вы поражаетесь тому, как легко вы восстанавливаетесь в своем доме. Что забирает энергию? Про этот момент довольно часто не говорят. Как раз если очень сильно разорван контакт, если есть очень сильная опора только на внешние какие-то показатели, но не на свои субъективные ощущения, на свои телесные реакции, на свои эмоции, то очень легко начать двигаться из надо. Наша культура нас, собственно, подталкивает постоянно именно к этому. Не чувствуй, это все не важно, не плачь и так далее. И я постоянно сталкиваюсь с людьми, которые находятся в полном дисконнекте, я сама такой была, в полном дисконнекте со своим телом. К чему это приводит? Есть идеи «мне надо туда», тело говорит «я устала», «мне не нравится», «мне страшно», «мне больно» и так далее. И эти сигналы игнорируются. Когда сигналы игнорируются, тело перестает вообще что-то говорить. Это сигнальная система, эмоции это сигнальная система, ощущения это сигнальная система. На них важно обращать внимание. Иначе вы не только негативные эмоции, условно негативные эмоции, ощущения перестаете испытывать, вы и позитивные перестаете испытывать. Не удивляйтесь, что вы не хотите, вам кажется невкусной еда, не удивляйтесь, что вам не хочется заниматься сексом, вас не радует ничего из этого. К сожалению, к телу важно относиться как к живому организму, а не, как это любит говорить в эмбодименте, не такси для мозга. Это важно. И, соответственно, как можно обнаруживать… Понятно, там много это может потребовать работы, но базово начните отслеживать, а что у вас с фоном, какие мысли у вас вообще гуляют, про что вы беспокоитесь. Если вы 10 раз на дню вспомнили о чем-то, что вас беспокоит, это хороший повод обратить туда внимание, выписать, спланировать, в этом месяце я занимаюсь своим здоровьем, в этом месяце я занимаюсь своими финансами, в этом месяце я занимаюсь своим сексом, еще чем-то. Делайте это, потому что вы точно так же будете постоянно обесточиваться, а такое типа «это не работает, это не работает». В общем, ни к чему. По поводу зависимости, дешевый дофамин. Скажу здесь кратко, что довольно часто бывает именно такая последовательность, что мы игнорируем свои эмоции, мы игнорируем свои ощущения дискомфортные. И самый простой способ их игнорировать — это уходить в зависимости, неважно, что это. Это может быть алкоголь, наркотики, трудоголизм, залипание в соцсетях, секс, в общем, все, что угодно. Это важно отслеживать. Не ЗОЖ. Под «не ЗОЖем» я подразумеваю все, что не в прошлый раз. Ну типа не высыпаться, не жрать очень много простых углеводов, постоянно курить и так далее. Все это, хотя тоже с определенными вопросами. По поводу теневых блоков как раз я уже сказала. И тоже важный момент по поводу сопротивления реальности. Каждый раз, когда вы ставите себе и миру слишком высокую планку, типа люди должны действовать вот так, или я должен достигать вот этого. Почему я этого не достигаю? Вы опять лишаете себя жизненных сил. Вместо этого хорошо заниматься развитием сострадания и самосострадания. Практика любящей доброты, метамедитации в тех или иных вариациях. Прекрасная буддийская практика, запрувленная в академических исследованиях. Кто любит очень исследования, да, помогает как раз возвращать себе ощущение, типа ну вот да, я сейчас такой, да, мир сейчас такой. Через принятие, да, двигаемся дальше. Про негативный майнсет сказала. И важный вопрос по поводу управления энергией. На картиночке как раз, кстати, Ши Ян Бин, это шалинский воин-монах, в школе которого я занималась шалинским кунг-фу. Одна из, ну, на самом деле есть разные всякие крутые практики для управления вниманием энергии. В первую очередь этот цигун, цигун, йога и так далее. Очень рекомендую, найдите то, что вам подходит. Но что важно, когда вы высвобождаете большое количество энергии, ей тоже нужно управлять. Как человек, если вы когда-либо испытывали гипоманию, манию, или какие-то похожие состояния, когда у вас очень много возбуждения, очень много энергии, и вы начинаете очень ее перерасходовать, не на то, что вам надо, да, это ровно то, что происходит, когда много возбуждения, много энергии. И, соответственно, что здесь помогает? Хорошо изучать свои циклы. Для женщин, ну, базово для всех, это, собственно, о, господи, циркадный ритм в течение дня. Для женщин, если они не принимают гормональные контрацептивы оральные, то это еще и, соответственно, месячный цикл. Там есть очень интересные гормональные взаимозависимости. Есть годовой цикл. Пожалуйста, замечайте, можно ввести... Я в свое время ввела очень классное приложение, iMood Journal для биполярников. Оно позволяет отслеживать зависимости, да, условно, в какой период, в зависимости от чего, как ведет себя мое состояние эмоциональное. Офигенно полезная вещь. Соответственно, анализ, менеджмент плюс-минус триггеров. Замечаете, типа, окей, я лег в такое время, к чему это привело? Я съел вот это, к чему это привело? Я пообщался с токсичными... Не буду нецензурно выражаться, к чему это привело? И со временем вы тогда приучаетесь замечать, а что нужно делать по-другому. Соответственно, практики осознанности. Что такое чувствительность? Это замечание своих эмоций, ощущений, мыслей, да, то есть всего вот этого, что со мной происходит, что внутри этой системы происходит. Второе — это устойчивость, потому что когда люди начинают развивать чувствительность, они могут приходить к тому, что их захватывают ощущения, они уже не могут работать, они не знают, я сама была тоже в этом положении, типа, а, боже мой, ты задел мои границы, я теперь не могу работать еще неделю. Вот примерно такие эффекты могут происходить. После года психотерапии, после двух лет психотерапии бывает часто такой эффект. Соответственно, нужна устойчивость, да, такая вот физическая, эмоциональная, отлично развивается как раз такими телесными практиками с хорошим таким заземлением. Если вам что-то остается непонятным, я думаю, что многому может оставаться непонятным, пожалуйста, в перерыве все расскажу, потому что мне уже нужно заканчивать. Управление состоянием — это как раз вот ровно то, с чего я начала. Замечать, как вы впадаете в цикл, как вы впадаете в стрессовые реакции, какие для вас типичны. Бей, беги, замораживайся, что с вашим телом происходит, как вы можете из этого выходить. Есть прекрасные актерские техники, есть прекрасные техники из mindfulness, которые позволяют с этим работать, из цикун и так далее. Ну и развитие самосострадания для откатов — одна из важных вещей. Почему? Потому что откаты будут случаться, мы живые, блин, люди. Например, я приехала в Москву, я год последний прожила в Брянске, отлично восстановилась, привыкла, что там тишь да гладь, и замечательно высыпаюсь. Приехала, поселилась на Павелецкой, адский шум. Мне нужно смириться с тем, что, например, мне нужно спать в среднем на час, а то и полтора-два больше, чтобы вообще так же высыпаться, как там. Или что меня перевозбуждает вот эта вся обстановка в Москве, все очень классно, вкусно, и, конечно, мне хочется ложиться позже. Это нормально. И поэтому, пожалуйста, опять же, самосострадание — все нормально, мы все живые люди, главное — есть инструменты, можно вернуться. Вот. Это вот база — все. И, соответственно, если кому вся эта тема откликается, кому-то это интересно, пожалуйста, тоже подходите ко мне, потому что я сообщество на эту тему как раз собираю, если вы практикуете, если вам есть чем делиться и вам хочется тоже узнавать, то, пожалуйста, презу, я так понимаю, что мы скинем, если что. Ну, в общем, да. Спасибо. Давайте похлопаем. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok